От добра добра ищут. Такого мнения придерживается 84-летняя Тамара Игоревна. 52 дня она провела в больнице диагноз ковид. Миссионерка инвалид, есть сопутствующие заболевания. По мнению нашей героини, именно врачи дважды вытащили ее из лапсмерти за счет своего профессионализма и теплых слов. У меня форма болезни была очень-очень тяжелая. Поражение потом у меня стало 53. Благодаря тому, что врачи у нас и медсестры, это вот такой народ, которые не остаются равнодушными, несмотря на то, молодой человек, старый. 16 июля – день, когда наша героиня начала бороться с заболеванием. Первый признак – высокая температура и низкая сатурация. Женщину отвезли в госпиталь ветеранов войн. Заболевание достаточно интересно. Сначала все было достаточно стабильно, с хорошей ситуацией, с хорошими показателями. Но постепенно состояние стало набирать отрицательные обороты. Все это время в госпитале за состоянием пенсионерки наблюдала врач Мария Шумилова. Доктор отмечает, что ей с Тамарой Игоревной повезло. Она оказалась доброй, понимающей, позитивной и послушной пациенткой. Это помогло бороться с болезнью всем. Мне запомнилась эта пациентка тем, что она очень добрый человек сама по себе, очень понимающий, деликатный. Все мои объяснения по поводу ее состояния она воспринималась пониманием. Конечно, наверняка переживала, но ничего не говорила. Я тоже вместе с ней переживала, потому что переживаешь за каждого пациента и по отдельности вместе, а за нее особенно. Вообще обстановка в госпитале войны, это ветеран войны, замечательная. Такое отношение к больным, чистота кругом, порядок. И медсестры, и младший обслуживающий персонал, ну, прям чудо. Замечательное. Столько внимания. Однако состояние здоровья ухудшалось. Мощности госпиталя не позволили дальше выхаживать нашу героиню. После за жизнь Тамары Игоревны начали бороться в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы, где она пролежала вплоть до 8 сентября. Врач у меня была Наталья Евгеньевна. Это вот человек от Бога. Все, каждое слово, которое она мне говорила, все это я брала себе. Хоть и головат, может, у меня и не очень хорошо в то время работала, но делала вот именно то, что мне советовал врач. После того, как ковид отступил, возникла новая напасть – тромбоз. Жизнь пациентки вновь оказалась под угрозой. Но и тут, со слов Тамары Игоревны, врачи вовремя успели. Выписалась она из больницы накануне своего дня рождения. Для меня то, что она выжила, выписалась и, в общем, благополучно живет, для меня это самая большая награда. И, в принципе, уже больше ничего не нужно, значит, что мой пациент выздоровел и выписался. Тамара Игоревна не только устно продолжает благодарить своих спасителей. Пенсионерка посвящает людям в белых халатах стихи. Также она написала благодарственное письмо в профильное министерство с упоминанием каждой фамилии. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь коснутся постели моей люди в белых халатах. Рината Леулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.